Вопрос, точнее, наших уважаемых зрителей, как закончится война. Я, видишь, мы многое делаем на живую, сейчас прямой эфир. У меня есть что добавить к твоим словам о том аукционе и то, как идут деньги, как они собираются и куда они идут. Но это тяжелое, это не спорно для меня, это бесспорная тема. Это тема, которая, слушай, ну ладно, я уже начал, что теперь? Я очень хочу обратиться к различным украинским officials, то есть чиновникам, с большой просьбой, которая состоит в том, что я знаю, и я не буду называть фонды, которые испытывают сложность с переводом денег в Украину. Потому что какие-то украинские чиновники по тем или иным причинам, почему-то речь идет о суперпроверенных фондах, с которыми мы в частности работали тоже, не всегда готовы легко и непринужденно сотрудничать с этими фондами. Потому что в Украине, как и в любом государстве, много всего, много всего сложного, много всего происходит в разных кругах. Поэтому я хотел бы обратиться, пока так вот без особого конкретного адреса, к этим украинским officials. Нравится вам это или нет, я, Максим Покровский, гражданин свободного мира, гражданин не только России, но и гражданин Соединенных Штатов Америки, пользуясь свободой слова, которая дана мне в демократическом обществе, прошу вас подумать о своих согражданах. Также я хочу обратиться к своим чисто формально коллегам, украинским музыкантам, со словами о том, что вы можете меня и нас, русскоязычных, не любить и ненавидеть столько, сколько хотите, но отказываясь принимать участие в благотворительных, в частности, онлайн мероприятиях, в которых собираются деньги в поддержку Украины, с первого дня, условно говоря, с первого месяца полномасштабного вторжения, вы лишаете своих сограждан дополнительных средств. Вот. Это то, что я хотел сказать. И то, что я со словами «Слава Украине!» Героям слава, слава великому украинскому народу, показавшему всему миру, что такое демократия, что такое любовь к родине и что такое патриотизм, я, тем не менее, не отказываюсь от сказанного 20 секунд назад. Вот так. Хорошо. Хорошо, что ты это сказал. Да. И это несложно. Мне будет сходить на почту и заплатить там 5 или 10 или 20 долларов там за DHL или за что. О, не хочу произносить название компании на сайте. Хэн с ними. И отправить этот лот. И если этот лот будет куплен, и если эти деньги пойдут все равно и придут, и это будет печенюшка, кусок, я не знаю, пирожок вкусный к Новому году, окей, все понимают, что что-то хорошее, сладкое, человечное украинскому мальчику, украинской девочке, украинским детям. Вот. Я ничего не буду испытывать, кроме гордости за Таню Лазареву, за группу «Ногу свело», что мы это сделали вместе. Вот. Но повторяю, я это сказал. Как закончится война? Она закончится, на мой взгляд, сойдет на нет. Сойдет на нет. Потому что мир не готов ярко, с точки зрения, не с точки зрения финтов и выпендрежа, а реально с точки зрения благородной красоты, благородного, красивого, серьезного, мужественного принятия решений по этому вопросу. Потому что страна, в которой ты, Таня, находишься, и в которой я часто нахожусь, чуть ли не лидер в Европе по закупке ресурсов в России. Потому что сегодня, в частности, в Сенате, или где, в моей стране, республиканцы поставили условия прекращения, возобновления помощи Украины, решения иммиграционного вопроса в Соединенных Штатах. Причем иммиграционный вопрос нужно как-то решать в Соединенных Штатах, потому что здесь просто беспорядок. Я это знаю. Меня волнует то, что происходит в Соединенных Штатах. Но когда на кон ставится в качестве такого bad, в качестве, я не знаю чего, в качестве заманушки используется помощь Украине. Мир не готов на это. Мир не готов сейчас правильно помочь Украине. Поэтому такая помощь будет продолжаться. Она будет продолжаться через пень-полоду. И война, что называется, сойдет на нет. Какие территории останутся за Украиной, какие не останутся, я не знаю. Россияне, большая их часть, останутся даже не... Я недавно для себя это открыл. Дело ведь не в том, сколько или в каком процентном соотношении россияне поддерживают и не поддерживают войну. Если поддерживающих и не поддерживающих сложить друг с другом, мне кажется, что они будут не более там... Ну, сложно. Это будет небольшой процент от всех все равно россиян, потому что большинство по барабану. Это не... Это... В той стране, я имею в виду Россию, нет состраданий, нет участия. Я это узнал из комментариев. Кстати, на наш клип «Вальсу летающую птицу» украинка написала. Это же нереально, что она написала. Я украинка, я не помню, я не цитирую, но даже я расчувствуюсь. И даже мне стало жалко. Она имела в виду не тех, кого... Возможно, не напрямую русских, российских солдат, вот тех, что называют, условно говоря, с иронией наши мальчики, вот, а, наверное, она имела в виду... Она пояснила, что, может быть, через жалость к своим они что-то поймут. То есть, нет сострадания. Не придет сострадания и не придет... Те, кто поддерживают войну, это ужасно. Это пипец. Но это... Я не хочу говорить хотя бы отношения, потому что мы не хотим такого отношения. Тут я абсолютно чет. Но это какое-то отношение. А большинство без отношений. А че я? А че? А че? Я че кому мешаю? Я че живу своей жизнью. Я че не трогаю? Я ж не воюю. Я ж, бля, нахуй не стреляю. Че ты нахуй, бля? Я ж в своей жизни жил, бля. У меня работа, семья, бля. Я ж не хожу. Я в армию и пошел нахуй. У меня, бля, моя жизнь. Вот так моя жизнь. Вот так у них моя жизнь. Поэтому война сойдет на нет. И мне от этого... Как бы хорошо, что она сойдет, потому что закончится... Может быть, закончится смерть. Это хорошо, но все остальное нехорошо. Вот Ольга Петрова пишет. Максим, большой привет. Очень искренний. И жаль, насколько уместно это слово, что массово не спели, нам не нужна война. Это очень верные слова. Это слова из песни, которую ты написал в самом начале и предлагал спеть коллегам. Да, да. И никогда не говори никогда, но близко к тому... Я не буду говорить, что я не прощу, потому что это личное. Во мне личное... Во мне это мое говно кипит. Это всем понятно. Это по мне видно. Вот. Я стараюсь себя сдерживать. Я работаю над собой. Насколько удачно не знаю, но я пытаюсь работать. Но я никогда не... Опять же, плохое слово. Я не пойму тех, кто отказался. Ну, откажитесь петь со мной. Ну, я для вас недостаточно там хорошая компания. Вы более крутые артисты. А я там поменьше. Ну, хуй со мной. Ну, не хуй же с ситуацией. Вы же, бляди. Вы же, бляди, кучу лет расставляли свои рок-ноги и болтали своими рок-яйцами между ног с гитарами. Пели про разные там бунты, революции. Где же ваши яйца? Где же ваши, сука, яйца? Что должен делать рок-музыкант? Что должна делать рок-комьюнити, которая, разумеется, никакой комьюнити, даже близко не... Они должны были встать с киноги и показать миру, украинскому миру, украинскому народу и всему миру, что мы, музыканты, России, говорим одно слово. Либо нам не нужна война, либо уходи, не пизди, либо перестань стрелять, ёбаный сука, блядь, либо перестань бомбить, мать твою идти. Флешмобом, песней, аккордом. Встать в цивилизованном обществе. Вы передовые. Хуй, какие вы передовые. Так, просто... И здесь ногой, блядь! В вашем фейсбуке я видел в день рождения поздравления от музыкального журнала, известного. Во-первых, я удивился, что вам 47, потому что, в общем, вы выглядите на 27. Спасибо, наверное, папе с мамой, потому что я не имею никакого отношения. А вот... И там было написано, что вы продолжатель дела группы Спаркс и гений само-пиара. Поскольку вы не удалили эту запись с фейсбука, значит, я так понимаю, что вы согласились с этим посылом. Можете как-то прокомментировать? Ну, я могу прокомментировать так, что я не могу, конечно, на все 100% согласиться с этим. Но хотя бы... Скотовятся составляющие насчет Спаркс или насчет гений само-пиара? Нет, с каждой из них. Но прежде всего я скажу, что в каждой из них есть более чем серьезная доля истины. Когда мы только-только начинали как коллектив ногу свело, я очень сильно был увлечен группой Спаркс, и не только я. Мое увлечение разделял наш гитарист Игорь Лопухин. У нас с Игорем, в принципе, не совпадают музыкальные вкусы. Как... Ну, уж на 100% точно не совпадает. То есть, правда, в разговоре о Спарксе есть. Вот что касается гений само-пиара, ну, знаете, это просто очень сказано лестно и громко, ну, если... Ну, да, хорошо. Поэтому всегда второе слово можно отбросить, сказать, просто гений. Ну, это мне уже прям вот реально совесть не позволяло так далеко зайти. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Мои слова не слишком добрые, но и не слишком злые. Мне просто печально, что мы могли бы быть люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова